Начинаю заниматься, и меня прям вот задыхают. Простроение вашего тренировочного процесса. Там какие-то, не знаю, повреждения рябочной ткани. Дышите 60% от должного. Вы вызываете искусственное несоответствие доставки кислорода и употреблением. А это самое важное для спортсмена, это мы четко определяем. При таких полостях это допустимо всем. Вам так удобно? Не очень. Левую руку под руку, а правую вдоль тела. Ты ближе ко мне. Жалобы есть к этому относятся? Ну, сейчас у меня, скажем так, я заметил, я переболел где-то месяц назад ковином. И после этого у меня очень сильная дышка появилась, когда даю физические нагрузки. То есть прям вот в начале, прям физические нагрузки, прям задыхаюсь. И сердечный ритм иногда сбивается. Такое ощущение, как бы без боли, без ничего, но просто, как бы, вот такое ощущение, что отдельный какой-то стук сильнее, чем другой. Вот. 4,9. 4,1. 5,9. 5,9. Еще раз. Когда вы занимаетесь спортом, в районах проходите? Что это такое? В районной медицинской обследовании. Проходим где-то лет назад. И что там было? Ничего, нормально все было. Задняя стенка 1,85. Вы здесь сердце делали? 3 месяца назад. Что говорили? Все хорошо. То есть про гипертрофию ничего не говорили? Ну, мы говорили, что все придется, ну, как бы, относительно того, как, собственно, я, в моей конфигурации. Вот. Пролепс передней створки нейтрального клапана. Да. Адреевский. Вот. Человек активно занимающийся. 6 миллиметров 3 месяца назад делал, говорит, что при его рефигурации все нормально я так понимаю, что это очень сильный поток вен из вены в церкви вот так вот надо сюда вот только аккуратней вот и нет левую подгонку сразу грузируем Смотрите продолжение в следующей серии. Дверь? Да. Сейчас еще кто-то. А, посмотрит. Здравствуйте. Добрый день. Готовы? Да. Значит так, мы с вами делаем велосипед. Потому что дорожка у меня до 130 кг. А потом, я объясняю еще почему. Потому что на дорожке, на такой мышечной массе, я не смогу отследить вашу электрокардиограмму при нагрузке. Окей. И второе, дорожка во время бега не мерит артериальное давление, к сожалению. Но это уже технические особенности всех аппаратов. Окей. Так, меня еще вот что интересует. Где? Дальний. А что вас интересует? Ну, у меня жалобы есть. То есть, которые такие. Я месяц назад, три месяца назад я обследовался, делал ЭХТГ. Ага. Было все нормально. Месяц назад я переболел ковидом. И после этого у меня очень сильная дышка появилась. Вообще, в принципе. То есть, я вот, не знаю, начинаю заниматься и меня прям вот задыхает. Плюс, еще периодически у меня возникают такие непонятные ощущения. То есть, ну, меня травмирует на левое плечо, поэтому это непонятно. Вот этот плеча, как-то вот в этой части такие подтягивающие ощущения. То есть, никакой резкой боли, ничего просто такое, как дискомфорт. Ну, вы говорите, что, когда вы делали ЭХТГ последний раз? Три месяца назад. И все было нормально? Все было нормально. Но там было, как бы, относительно моего состояния, были какие-то изменения. То есть, там, гипертрофия, все остальное. Ну, это да. То, что это за три месяца не развивается. Да, но именно вот. Одышки не было такой? Такой одышки не было, вот именно такой вот. И сейчас, когда я даю нагрузку, я чувствую, что в некоторый момент у меня начинают щемить в этих вот областях, либо со спины. То есть, это не резкая болисть. Вращаясь, нагрузка, боль уходит или нет? Уходит, да. Уходит. В течение каких минут? Она, ну, достаточно быстро. То есть, это даже не боль, это дискомфорт. Дискомфорт. То есть, я понимаю, что я не могу дать больше нагрузку, потому что у меня в определенный момент начинает щемить, и оно как бы мешает. Плюс, я когда завершаю, не знаю, какую-то нагрузку, у меня очень большая дышка будет. А, меня знаете, что еще интересует? По строению вашего тренировочного процесса. Какие элементы входят в вашу тренировку? Ну, силовые элементы. Только силовые. Нагрузки аэробные вы не делаете? В данный момент нет. Да даже сейчас я дышку упакую. Ну, вот смотри, явно, что у меня... Экстристолия. Экстристолия? Ну, вот мы не зафиксировали. Да, не зафиксировали, он рассказывал. А, просто ощущаете перебой в работе сердца. Я как бы, скажем так, это где-то вот в этой области, поверхностно, иногда простакивают такие... Перебои. Типа стук дополнительно. Типа стук дополнительно. Такой сильный удар идет. Такой дополнительный удар. То есть я чувствую, что куда-то что-то подступает, потом хоп удар. И пауза идет. Но это не связано, опять же, болевых ощущений нет. Я понимаю, это не связано с нагрузкой. То есть просто не связано с нагрузкой. Это может быть ночью, это может быть в течение дня. Ну, вот при таких полостях это допустимо все. Ну да, нормально. Нормально? Да. Так, чуть пристаньте на педалях. Повыше сделаем. Еще повыше. Да, чуть-чуть. Хорошо. Присаживайтесь. Отпрутите. Удобно? Да, нормально. Так, чуть-чуть. Сколько раз в деревке не делайте? Каждый день. Без выходных. Без выходных. Без выходных. Все. Все? Ну, чуть-чуть запахнула. Давай сейчас сверху. Как? Давай, кладь. Ну, так. Давай, кладь. Здесь отражается скорость вращения педали, чтобы крутить в диапазоне от 80 до 90, скорость вращения Делаем тест на дыхание Держите, пожалуйста Можно еще чуть-чуть нагреться Задяйся, расстроена Задяйся Ходи, не снимайте Сейчас, подожди Аня, подожди Сейчас Там затянуло нижнее? Да Не труба? Нормально Нормально? И выдавь до конца из себя Все, все, все Выдыхаем Теперь глубокий вдох максимально И резко Выдыхнули Тянем сколько можем Хорошо Сейчас Проверим давление И дальше скажу, когда начнем Что здесь еще может быть После ковида Сниженная резистентность левочной ткани Ладно, поехали Ладно, поехали Да Это Да Это Это Не оставить программу другую Потому что мы говорили о том Да Там у нас есть Что здесь Есть Чем И И Оборудованию Даши Потому что Ребята Вот Ребята Знаешь, что важны Аппарат Ручки А вот Мальские заставки Кстати говоря Ну Мы Мы Дышку поставим Да Клабости нет? Есть Есть Я бы А? Нормально сидеть Не, нормально Голова не кружится Не, не, нормально Стихонько Раздыхивайтесь Ровно Да Там сейчас нагрузки нету Понятно Понятно А Есть Да Да Сейчас Что-то Вере давление В этой руке Вообще Надо Не Слабо Все Ровно Не хватает кислорода Не устал, но Дышать не могу Ковид когда? Месяц? Месяц, да Нормально ничего Если они полностью восстановились У вас полностью А это, может, обычную функцию Как-то надо проверить? Может, легкие как-то надо проверить? Да, они сейчас проверили Что они не полностью восстановились Вам Еще как минимум Надо Дыхательной гимнастики Наниматься И, так сказать Еще как минимум Месяц-полтора Восстанавливаться Здесь у вас Сердце еще позволяло А легкие Полностью Это Не Нормальная оксигенация Да Капиллярных прощений Нормальные Рановато Делать нагрузки После Ковида Через месяц Хорошо Хорошо Так что вы еще тогда Восстанавливались Через пару месяцев Да А сейчас Нужно делать Дыхательную гимнастику Нет Дыхательную гимнастику Ага У вас есть Инструктор там Кто Найдите Именно Дыхательную гимнастику Лучше что-нибудь Такое Из китайцев Цигун Такое Вот Чтобы восстановить Эластичность Легочной ткани Ага А там Какие-то Не знаю Повреждения Легочной ткани Да Дело в том, что Вирус повреждает Мелкие-мелкие сосуды Которые пронизывают Легочную ткань Вот именно При Ковиде Значит Это возникает Снижение Эластичности Легочной ткани Фиброз Фиброз Как возникает Да И вот Дело в том, что Там, где он Стучился Он там уже и будет Но Те ткани, которые Не были задействованы Они возьмут на себя Функцию Вот этой ткани Ткани Может быть Они будут Более воздушные Легкие При этом Они все-таки Будут эластичные Потому что Вы даже Когда мы делали Тест на дыхание Вы всего Дышите 60% От должного А это Как-то чем-то Может медикаментозно Вы что делаете Есть Токтор Или же Шарик дышать В шарик Или же Дыхательную гимнастику делать Да, Андрей Александрович? Да, однозначно Потому что В принципе Уже Воспалительный процесс Прошел Теперь нужно Теперь нужно восстановление Мы даже Иногда пациентов После инфаркта Которые переносят Мы В основном Основная функция реабилитации Это Дозированные Правильные Физические нагрузки Которые позволяют Потом Работать То же самое И с легочной тканью Воспаление прошло Сейчас Начинается Восстановление И чтобы этот фиброз Не сковывал Да Вот Эти легкие ваши Мы вам Обязательно Дыхательную нагрузку Перешли У меня есть Вот И вы тогда Начнёте уже Ей заниматься И Я думаю Что 97 Сатурация Хорошая Нормально Поэтому Это Сейчас Получается Если я даю какую-то нагрузку, то не доводить до вот этих… То есть, сажала нагрузка сейчас как бы… Ни в коем случае. Сейчас больше, знаете, нагрузка сейчас, наверное, больше нужна не силовая, да, а именно на растяжку, чтобы потянуть связки, мышцы потянуть вот так, чтобы улучшить кровоток. Потому что дело в том, что если брать силовую нагрузку, вы вызываете искусственное несоответствие доставки кислородом и употреблением. Значит, почему мышца растет, гипертрофируется? Из-за того, что она находится как бы в гипоксии хронической. Вот сейчас этого делать нельзя. Сейчас нужно, наоборот, именно потянуться больше. Вы можете брать маленькие веса. Хорошо. Больше подходов, но только не 70% от максимума. Хорошо, хорошо. Да, и удивлять кардиологическим, так сказать, это вот дорожка, велоэргометр. Это нужно делать. Обязательно. Обязательно. Сейчас вот надо прям… Ну, как бы нужно делать, скажем так, в каком режиме? То есть через силу, если будет… Не входит. Сейчас вам посчитаем пульсовые зоны, с которыми вы находитесь. Я вам сейчас скажу. Да. У него порог анаэробный на пульсе 120, значит, он будет где-то от 100 до 110. На этом пульсе должны бегать или ходить… И по времени… Значит… По времени… Ой, вы знаете… По самочувствию. Ага. Ну, то есть не доводить себя до каких-то крайних… Да, конечно. Конечно. То есть… Хорошо, пожалуйста. У нас режим вот такой правильного установления – это самое важное для вас. Да, вы не может потеряете мышечную массу, а вы потом ее наберете. Но в данный момент просто нужно, чтобы не было вот этого дефицита кислорода в мышцах. Окей. Окей, хорошо. Плавание. Плавать любите? Не люблю, но буду тогда. Бассейн есть. Бассейн есть. Вот бассейн, да, Андрей Александрович? Бассейн, вот и кардионагрузка с дыхательной гимнастикой – это ваш основной конек, чтобы полностью установиться и потом уже… Хорошо. Иступить на основание. Вот. А именно для суставов, для связок, для мышц, может быть даже не тяжести, а резину эспандера. Эспандеры. Понял. Хорошо. Так. А это я сниму, да, потому что это уже… Можете сказать, если все-таки нагружать себя, какие будут последствия дальнейшие, если все-таки принагружать данную ситуацию? Чем можно закончиться? Печально. Печально. Да. У нас есть фирма Ритуал, которая потом это все лечит. Да, да, да. Игорь Чонетто. Да. Вот видите, что на нагрузочном тесте уже были выявлены нарушения ритма. Да. Сейчас очень аккуратно надо. Нарушения ритма, которые были особенно на максимум нагрузки. Но это сознательно именно из-за того, что легкие работают на 60%, да? И легкие, и плюс еще не восстановились после вирусной инфекции. Да. Хотя вот эти изменения, то, что у вас в сердце, вы к ним пришли за многие-многие годы нагрузки. Понимаете, в чем дело? Понятно. То есть обратного регресса уже этого не будет. Да. Поэтому нужно хотя бы вот на этом остановиться. Хорошо. Потому что со временем, понимаете, в таких полостях уже может снижаться ударный объем сердца. А это уже ведет к застою в легких жидкостях, в печенке, да, что приводит к нарастанию хронической сердечности. Правильно. Вот здесь нужно очень-очень аккуратно. Угу. Хорошо. Ну, все. Видите, что еще говорит о том, что вы не восстановлены? Вот прошло уже 8 минут, а пульс у нас еще с вами не восстановился. Ага. Мы начинали с пульса 88, а сейчас вот 110. Ага. Он должен уже был в 7-5 минут остановиться. Это может быть для того, что вчера занимался не тренировкой? Может быть. Да. Может быть. Потому что мы и начинали, у вас уже был высокий лактат в мышцах. Да. То есть, понимаете, вы даже вот тренировались, вот после ровки вам нужно немножко покрутить велосипед, чтобы переработать лактат, который в мышцах. Ну, я понял. Понял, да. То есть не идти в душ, да, сразу? Да. А покрутить велосипед. Хорошо. После тренировки. После тренировки, да. Да. Окей. Кстати, вот так очень часто делают хоккеисты. Ага. В время матча у них скапливается лактат до того, что они даже плохо видят периферию. Когда вот их в зоне закрывают хоккеисты, да, вот, больше чем две-три минуты, нет смены. Ага. Они уже, как у лошадей, такие шоры, они уже периферию не видят. Угу. Ага. Они связаны с тем, что есть утолщенный миокард, гипертрофированный. Ага. 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 именно этого физического анаэробного порога. Конечно, на мой взгляд, эта проблема очень интересна, потому что, наверное, уже на протяжении последнего времени многие говорят о спортивном сердце. Есть оно или нет, этот спор в кардиологии уже на протяжении, наверное, полувека существует и так далее. Я больше прихожу к такому мнению, что оно есть, потому что что такое сердце? Это насос. Вот мы с вами сидим, а в это время, за минуту, наше сердце перекачивает 7 литров крови. Это 2-3-литровые банки. Представляете, это как бы каждый день, каждый час, и мы это не замечаем, а этот насос качает и качает. Это если мы с вами сидим за столом. А когда вы занимаетесь тяжелой физической нагрузкой, естественно, у вас частота пульса в 2 или в 3 раза становится больше и поднимается уровень артериального давления. Поэтому количество крови, которое сердце должно прокачать, представляете, оно увеличивается в 3 или в 4 раза. То есть какая нагрузка именно на сердечную мышцу возникает при занятии, я говорю про тяжелые виды спорта, которым вы занимаетесь. Конечно, у шахматистов все по-другому происходит. Но нельзя рассматривать организм человека и организм спортсмена как составляющие из сердца, легких, печени и так далее. Все взаимосвязано и управляет нами, так сказать, головной мозг. Поэтому то, что вы перенесли ковид, это сыграло очень важную роль. И эта проблема, она на протяжении последних, наверное, года, она, вот сейчас мы и занимаемся очень-очень плотно, да, потому что многие спортсмены перенесли ковид, а самое главное, что многие спортсмены перенесли ковид, как бы продолжая тренировочный режим. Это неправильно, это тяжелая вирусная нагрузка именно на сердце и на легкие, да, то, что мы вот как раз у вас и определили, да, потому что, естественно, падает и насосная функция левого желудочка, и падает функция дыхательная, да, за счет воспалительного процесса и появления фиброза в легких, да. Поэтому вот то, что вы сделали, это очень правильно вы сделали, потому что мы нашли сейчас точку этапа, да, от которого вы оттолкнетесь для того, чтобы сейчас правильно полностью восстановить свой организм, да. В первую очередь мы вам дадим дыхательную гимнастику, которой вы начнете заниматься. Дальше мы вам предложим, так сказать, фармакологию, то есть в частности кардиоцитопротекторы, которые значительно улучшат доставку кислорода к сердечной мылице, да, и наличие, так сказать, комплекса калия и магния, которые влияют на сократимость функции левого желудочка, да, поэтому вот те пульсовые зоны, которые мы вас определили, да, вы пересекли анаэробный порог на частоте пульса 120, да, вот его вы превышать ни в коем случае нельзя, потому что дальше это все пойдет во вред организму, да, поэтому восстановление по полтора-два месяца у вас должно пройти, чтобы вы не переходили этот анаэробный порог, а именно вот динамические нагрузки, они вот больше кардиологические нагрузки, плавание, дорожка, велоэргометр с четатой пульса не превышающей 120 минут, вы полностью, то есть, себя восстановите, это вы увидите, когда мы повторно сделаем вот этот нагрузочный тест и исследование, и мы вам скажем, насколько вы полностью восстановились и готовы уже тогда стартовать, набирать дальше физическую форму, увеличивать нагрузки, заходя за уже зоны анаэробного порога, чтобы восстановилась полностью физическая форма. Поэтому вот это обследование, поверьте мне, это крайне важный процесс, и вообще вот не зря по приказу все спортсмены у нас раз в полгода проходят такое исследование, потому что не секрет, что вот эти чрезмерные нагрузки, они и приводят к скрытой сердечной патологии, да, скрытой сердечной патологии, которая может привести и к нехорошим процессам, вот у вас тоже на восстановлении были нарушения ритма, да, когда появилась экстрасистолия, и поэтому вот назначение кардиоцитопротекторов и препаратов магния и калия, они просто вам крайне необходимы, то, что мы с вами и сделаем. Вот, поэтому на этом этапе, я думаю, что мы вот на таком и остановимся, да, дыхательная, именно дыхательная нагрузка, дыхательные упражнения, то есть, нагрузки, не превышающие частоты более 120 ударов в минуту, и плюс, конечно же, наша, то есть, поддержка фармакологии, это будет цитопротектор Мексикор вы будете принимать, и панангин, который там содержит магния и калий. Поэтому в течение вот полутора месяцев вы это будете делать, и потом через полтора месяца мы вас ждем, чтобы вы уже полностью восстановились, и мы могли бы дальше с вами, так сказать, пойти уже, да, убирать форму, чтобы дальше вы стали опять, так сказать, чемпионские все звания завоевали. Хорошо? Отлично. Спасибо вам огромное. Мне тоже очень приятно познакомиться. Вы знаете, это, в общем-то, тяжелейший труд, которым вы занимаетесь. Да. Это все так кажется, да, вот, когда ты уже видишь человека, а я представляю, сколько это времени, сколько это сил, скомок, это самопоржертвование, понимаете, наверняка иногда хочется и отдохнуть, а все равно нужно заниматься. Вот, поверьте мне, это когда вот люди становятся спортсменами, это особая жизнь, особая психология, это всегда очень сильные люди. Я поэтому очень рад, что вы к нам пришли в клинику, надеюсь, что вам у нас понравится. Да, спасибо. Вот, и что мы дальше, в дальнейшем будем долгие-долгие годы дружить. Хорошо? Спасибо огромное. Хочу тоже посоветовать всем эту клинику в Москве, вот, потому что я здесь, на самом деле, первый раз, но огромная концентрация профессионалов на метр квадратный здесь просто шокирующая, вот, потому что чувствуется и чувствуется действительно то, что здесь исследуют действительно и находят причину, а не пытаются каким-то образом, потому что есть много, что мы будем говорить, частных заведений, клиник по всему миру, которые пытаются человека просто подсадить на какие-то процедуры, ему, как говорится, внести какую-то дезинформацию, возможно, его как-то запугать для того, чтобы человек постоянно к нему обращался уже и лечился, проходил процедуры, принимал препараты и так далее. Здесь, в данном месте, я на 100% уверен, что это самого высочайшего уровня профессионалы, и хочется просто еще раз сказать огромное спасибо, пожать вам руку, потому что свое здоровье нужно беречь, нужно знать, что происходит, и если действительно вас что-то беспокоит, то в любом случае обращайтесь к докторам, а если даже вас ничего не беспокоит, то, как сказал доктор, нужно раз в полгода стараться все-таки проходить тоже комплексное обследование, если вы действительно относитесь серьезно к своему здоровью и хотите, чтобы не было каких-то вот таких нежданчиков, которые просто вот могут появиться и могут случиться с каждым на самом деле. Всего хорошего, ребята, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok